Северный колорит Сегодня вместе с Тагной Романовой мы побываем в одном из красивейших населенных пунктов на Ямале, в поселке Красный Селькуб. В окружном центре презентовали книгу «Песня Тегинского старца». О чем она и кто автор – подробнее в материале Татьяны Латгортовой. Школа межэтнической журналистики «Ямал-2021» завершает свою работу. Прежде чем получить сертификаты, студенты отправились на стойбище «Линли» отдать дань духам, хранителям Ямальской земли и ощутить магическую силу микрофона и видеокамена. Вот все, Линли взял. Няра и Мач. Что значат эти слова и на каком языке? Знатоки языков северных народов скажут, что это Селькубский. Ямальская земля хранит в себе еще много неизведанного. В одну из восточных точек на карте отправилась Тагна Романова. Тундровый яр, ныне именуемый Красноселькоп, одно из красивейших населенных пунктов на Ямале. Из истории известно, что нынешнее муниципальное образование возникло на месте селькубского стойбища «Няры-Мач» в 1933 году. В переводе на русский язык селькубского языка «няры-Мач» означает «тундровый заболоченный лес». В историю села, историю народа можно окунуться, посетив районы Краеведческий музей. У селькуба рождается ребенок, у него появляются зубы. Шаман дает распоряжение, чтобы изготовили для этого ребеночка куклу. Для чего делается? Она хранительница души человека. Здесь у нас в карте схемы показаны тоже путь вот этой куклы. Как она появляется, скажем так, на белый свет. То есть в наш мир приходит профанный, с сакрального мира. Потом, значит, путешествует, какой путь преодолевает, преодолевает, значит, эта кукла. Все, что связано с этой куклой, связано с представлением о душе и бессмертии у селькубов. С давних времен на этих богатой дичью и зверьем в местах проживали селькубы. Один из самых малочисленных народов Севера. Народ красивый, талантливый, трудолюбивый. Основное занятие было рыболовство, охота. Кстати, и по сей день потомки занимаются охотой и рыбалкой старинными дедовскими методами. Улицы в селе широкие и дома расположены на приличном расстоянии. И поэтому кажется, что много простора и воздуха. В самом селе ведется строительство нового, современного жилья. Построена школа на 500 учеников. В 2020 году открыли крупный спортивный центр. И в скором времени для малышей откроет двери большой детский сад. У нас в Красноселькурском районе, да, это первый такой грандиозный, очень красивый, действительно шикарный детский сад. Садик большой, рассчитанный на 240 мест. Общая площадь детского сада 5,5 тысяч квадратных метров. Строители молодцы, постарались. Применены все современные материалы. Сделано все очень красиво, достойно. В первую очередь, конечно, это бассейн. Да, для ребятишек, которые, я думаю, с радостью будут ходить купаться. Бассейн большой, теплый, уютный. Строительные монтажные работы выполнены. На прошлой неделе была комиссия Государственного строительного надзора. Сегодня у нас подрядчик исправляет те замечания, которые выданы надзорным органам. Ну и проводятся пустоналадочные работы. Настройка оборудования, проверяются системы жизнеобеспечения, вентиляция, системы отопления, электроснабжения. Детский садик получился красивым, уютным. Ну, и деток, конечно, это же будет очень радовать. От себя хотелось бы сказать, пусть будут дети счастливы в этом новом детском саду. Пандемия имела свои сложности, тоже повлияла, конечно. Но мы справились с этой задачей. Везде в группах теплые полы, чтобы детишкам не было холодно зимой. Предусмотрены еще в игровых зонах ковры, чтобы еще теплее и лучше было. Чего только стоит один бассейн или раздевалка, куда заходите, там радуга. Красочно и под цвет этой радуги у каждого ребенка свой шкафчик. Ну, если обратили внимание, на шкафчиках даже ручки в виде фигурок всяких разных, зверюшек, кукол и так далее сделаны. Очень красиво получилось. Народ в Красноселькубе гостеприим. Мы побывали в старинном жилище Селькубов. Сегодня здесь проводятся встречи, и любой желающий может почувствовать дыхание ушедших времен. Вот у нас в лесу принято вот так все время стоит чайник и заварен на чагу. Всегда чаг. Чага – это вот, понимаете, как напиток, чтобы просто попить. Одним из примечательных моментов нашей поездки в Красноселькубский район была поездка с командой главы муниципального образования. Мы посетили рыболовецкие и охотящие станы. Редактор субтитров А.Семкин Главное, пожелаем здоровья. Всем-всем жителям гостеприимного Красноселькубского района и нам, конечно. Вот так вот я держу. Либо летом это речка, либо зимой, как становится уже лед, появляется возможность на снегоходах. Потому что кто-то живет все лето, вот как, например, Угодья, куда мы сейчас приехали, в поселке не был, получается, с осени у нас. То есть все лето здесь прожил, приезжал немножко. Сейчас вот ставил жилище, готовился к рыбной ловле к зимней. Есть и плановые поездки, то есть идет, когда вакцинация оленей, когда, ну, избирательные компании идут. То есть мы в году, ну, часто получается ездить. Весной, как только лед сходит, сразу уже ноги бегут, руки торопятся. Уже все, надо на мотор и куда-нибудь в гости на Угодья к кому-нибудь ехать. У нас, как Красносельковский район, это полукочевой образ жизни. То есть он более-менее оседлый, они не кославят за оленями. Это лесное содержание. Кто держит оленей, они определенную территорию занимают и не перемещаются в зависимости от времени года. У них олени сами, ну, их там небольшое количество, им хватает этого корма. А рыбаки, охотники, они кто-то на зиму уезжает, кто пушниной занимается, кто летом на одном месте рыбачит зимой, вот так вот на озера куда-то уходят. Ну, он такой более-менее оседлый образ жизни. То есть вот так вот увидеть чум, как мы сегодня с вами приехали, это уже редкость в Красносельковском районе. Летом на песках рыбачат, у них там такие летние избушки. Зимой перебираются уже в такие, в капитальные вызвы. По программе поддержки мы в прошлом году включили в обязательный перечень доска обрезная и кровельное железо. Для наших селькупов это очень актуально и очень помогает им. Самое сложное, что накрыть крыши, чтобы не протекало. А по рыбодобыче, ну, кто-то, в основном, конечно, все работают на агрофирмы. Это Толькинская агрофирма и в Красноселькупе агрофирма Приполярная. Есть еще несколько крестьянско-фермерских хозяйств, которые тоже берут квоты. Ну, и на общины коренных маловчисленных народов Севера у нас их несколько общин. Вот конкретно община, вот здесь вот Тавелькиных, они на себя тоже, на общину берут квоты. То есть помогаем, конечно, оформляем документы. У нас отдел агропромышленного комплекса и коренных маловчисленных народов Севера принимает в этом участие. Помогаем, заполняем, сопровождаем документы. Потому что это самое сложное в этом процессе, чтобы документы были правильно оформлены и вовремя оказались там, где надо. Человеку-новому по этим девственным местам лучше ездить с проводником, выросшим и знающим этот край. Так как автомобильные дороги есть лишь в самом селе. А за пределами населенных пунктов дороги грунтовые и зимненькие. Летом по реке. В основном сюда добираются воздушным транспортом. Широкие просторы России, нашего северного края. Радует то, куда бы мы ни прибыли, люди открыты для общения. Готовы помочь и поделиться знаниями, хорошим настроением. Пусть озаряет небесное светило, край лесов, озер, священных мест, красносюркубский край, нярый мач, тундровый яр. Более ста лет назад венгельский ученый Йожев Папай, будучи в экспедиции в России, записал фольклор адхантыйского сказителя, поэта и певца Григория Торокуптена. Песня, которую он напел, передавалась из уст уста сотни лет. После уже в Венгрии Йожев Папай издал том с текстами по итогам экспедиции, куда и вошла песня Тегинского старца. Недавно состоялась презентация долгожданной книги. Человеку сложно представить свою жизнь без книги. Она вовлекает читателя в новый, неизведанный мир. Песня Тегинского старца – это не просто книга, это героический эпос народа ханты, над которой авторы работали на протяжении нескольких десятков лет. Песня написана старым юридическим языком, который мы утратили. Песня Тегинского старца – великое произведение. Можно привести ее на русский язык, и чтобы с ним ознакомились другие русскоязычные читатели. И узнали, каким богатством обладает ханты народ. Подстрочный перевод – песня Тегинского старца. С древнехантыйского на русский язык выполнил фольклорист-переводчик Геннадий Кельчин. На литературный традиционный язык произведение переложил поэт Геннадий Иванов. Книга иллюстрирована ямальским художником-графиком Надеждой Толигиной. Работая с этим героическим эпосом, я приглашаю в путешествие в прошлое. То есть вот такие двери открываются именно через фольклор, фольклорные песни. Оказывается, оно настолько было и прекрасным, и ужасным одновременно. Для человека неравнодушного настолько захватывающе. Я думаю, что для современного общества они должны быть очень востребованы. Если человек не знает своих истоков, своих корней, то как он может глядеть вперед, смотреть свое будущее? Это песня о славных богатырях народа Ханты, в которой рассказывается о долгом походе главного героя и его братьев-богатырей в неприступный каменный город за красавицей-невестой. Они сражаются в пути с крылатыми духами, водными чудовищами и железными людьми-менками. И после трудной битвы братья-богатыри с победой возвращаются на родину. Вы думаете, что автор один, а не передавалось? Да, я думаю, что автор один. Потому что хоть тысячу человек вместе соберут, они не напишут, может, даже одной строчки. Это должен быть очень талантливый человек. Национально-культурная автономия полновато рассматривает как вариант продолжения, книжного продолжения песни Теринского старца, возможно, в формате экранизации. Вот этот вопрос по поводу экранизации нам задавать нашим товарищам. Мы членам национально-культурной автономии Ханты, которые, как год, имеют причастность, опыт, видение. Песня о славных богатырях пелась в переводах на немецком и на хантыйском языках. Первый перевод на русский и хантыйский язык сделал поэт Прокопий Салтыков. Он был выполнен от третьего лица. Это одно из произведений устного народного творчества, которое дошло до наших дней в наиболее полном и понятном варианте. Песня Теринского старца – это такой текст, это вообще для нас, для нашего народа, это как народное расстояние. А когда, конечно, читаешь русский перевод, вообще я считаю, что Дмитрий Павлович правил такую глобальную работу, потому что эти обороты, которые использованы в переводе, в общем, лежат просто ничего, но не помню. Издание впервые выходит с толкованием старохантыйских слов для понимания современным читателям. Эпос также впервые публикуется в смысловом переводе на русский язык и в современной литературной обработке. С книгой можно ознакомиться в Национальной библиотеке Салихарда. Школа межэтнической журналистики «Ямал-2021» завершает свою работу. За два месяца ребята не только подтянули свои знания в написании текстов, но и научились профессионально владеть микрофоном и работать на камеру. 12 студентов прослушали 40 часов лекций, встречались со специалистами разных сфер, узнавали специфику национальных СМИ и теперь получили сертификаты. Утренним солнечным днем на стойбище Менлей, что расположилось в пяти километрах от окружного центра, начали сряжаться гости. Здесь проводили праздник поклонения лесу. Погода оказалась благосклонна. В полдень солнце озарило ямальские просторы, на лицах гостей красовались улыбки. Все это подбодрило и студентов школы межэтнической журналистики. В этот день они впервые решили попробовать себя в роли ведущих. Сейчас мы наблюдаем обряд поклонения леса. Это место было выбрано не случайно, потому что именно здесь в ряд стоят три дерева – осина, береза и елка. По легенде, эти деревья являются сестрами, хранителями леса. Мы можем подойти к любому дереву и загадать желание. Береза является женским деревом, поэтому я подхожу к нему и загадываю желание. Самое важное – завязывать не туго, потому что дереву может быть больно. И не завязывать на стол. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Ася Иван Уйта. Где вы учите? Я учусь в Ямальском многопрофильном колледже. Как вы узнали об этом празднике? Этот праздник проводится в рамках проекта «Хайраку». Этот проект бывает в этностой поселиве. Этот обряд проводится весной. В любое время года он может проводиться один раз в сезон. Вы непосредственно были участником создания этого мероприятия? Да. Спасибо. Спасибо. Национальные виды спорта для коренных северян – это не просто фитнес или досуг. Это образ жизни, это добыча еды, это выпас оленей. Сегодня на стойбище «Мендлей» мы состязаемся в прыжках через нарты, перетягивании палки и метании тензиана на хорей. Давай, давай, давай. Блок! Эй, блок! Эй, блок! Эй, блок! Молодец! Молодец! Отличаются огромные просто в отличие от спорта. Виктор, как тебе удается перепрыгивать? Я только один раз смог проделывать прыжок. Раз, я занимаюсь профессионально, в спортзале прыгаю, в тундре тоже. На день оленевода участвуешь в прыжках? Да, я участвую в зольные места там, от первого до третьего. Какой твой любимый вид спорта из национальных видов? Это нарты, метание тензиана на хорей и турной основной прыжок. Виктор, спасибо тебе за интервью. А сейчас мы расскажем про следующий вид, это метание тензиана на хорей. Матвей, ты профессионально занимаешься на Северном Многоборе? Да, я занимаюсь профессионально на Северном Многоборе. А расскажи, вот именно в этом виде, какой у тебя рекорд твой личный? Ну, личный рекорд, пока я места, конечно, не занимал, но так, как и любители участвуют на соревнованиях. Спасибо тебе за интервью и мастер-класс. Сейчас я хочу поговорить с Петром Николаевичем и узнать, для чего ему нужны эти лыжи. Здравствуйте, Петр Николаевич. Расскажите, пожалуйста, для чего вы приготовили эти лыжи? Вот закупили шесть пар лыж, и сейчас пять человек пойдут за мной по протоптанной тропинке, по лесу. Это могут быть и взрослые, и дети. Дети, вот, соприкоснутся, как сказать, с природой, почувствуют себя настоящими хозяевами этого прекрасного леса. Вот, я им что-нибудь расскажу. Вот, и мы так знакомим людей, особенно детей, конечно, с нашей природой, как относиться бережно к природе, почувствовать разницу между городом шумным и здесь такой тишиной. И у них, может быть, формируется в дальнейшем такой характер, отношение к живому, к природе. В этом, как сказать, весь, как бы, этот проект рассчитан на это. Можем мне попробовать? Да, конечно, очень просто. Просто. Ну, и я пошла. Из меня получится хороший охотник еленевод. Оказывается, совсем несложно. Каждый из нас – это часть природы. Мы не можем существовать и жить отдельно от природы. Галина Чимуина, расскажите, пожалуйста, про этот обряд. Зачем его проводят? Обряд «Поклон лесу» проводится для того, чтобы показать природе, что мы с ним едины и целы, что мы часть природы. Проводится ли сейчас в тундре такой обряд? Такой обряд в тундре постоянно проводится. Мы показали вот часть обряда на стойбище, завязывали ленточки, потому что не все могут до сюда дойти. Сейчас мы показываем вторую часть, главную часть обряда. Большое вам спасибо. Мне было очень интересно узнать про этот обряд. Праздник поклонения лесу на стойбище Минлей прошел в дружественной обстановке и очень красиво. В завершение участникам вручили подарки. Все остались довольны, особенно дети. Но отлично со своей задачей справились и студенты межэтнической школы, учитывая то, что микрофон оказался в руках впервые. Ну а в отношениях школе журналистики участники высказались по-своему. Спасибо, мы сказать хотим в Ямальской школе этно-журналистики 2021! На этом школа межэтнической журналистики МАЛ-2021 завершила свою работу. Каждый участник получил сертификат. Вся команда заслуживает высокой оценки. Студенты показали свои разносторонние способности. Два слушателя поехали в Москву на медиафорум и церемонию награждения Всероссийского конкурса «Смиротворец» и этно-экспедицию в город Кострома. Следующий набор состоится ровно через год. На этой доброй ноте мы завершаем программу. Уважаемые телезрители, смотрите нас на Первом Артическом канале, а также на нашем YouTube-канале «Этно Артика». До новых встреч! Адис лтать! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова